Из года в год празднование Дня города становится целым событием для барнаульцев, по-своему уютным и долгожданным. Тут и там песни, танцы, угощения и народные гуляния. И зачастую помехой для веселья не становится ни плохая погода, ни сложная педобстановка, как показал прошедший год. Да и в этом, как выяснилось, люди не прочь повеселиться. Как говорил наш соотечественник, наш житель Алтайского края Васильмакай-Шукшин, человеку нужен праздник, поэтому я за праздник. Если, учитывая антиковидные все меры соблюдая, то, безусловно, праздник для горожан должен быть, но с мерами предосторожности. День рождения Барнаула отпразднуют уже в эти выходные 11 сентября. Но, судя по афише, будет он явно скромнее, чем все предыдущие. Соревнования шахматистов, гастрономический фестиваль и выставки, праздничные площадки будут работать во всех районах краевого центра. И, конечно же, большой праздничный концерт, он пройдет в Центральном парке. Вот только вместо живых выступлений зрители увидят артистов на большом экране. Массовых гуляний не будет. Кроме того, барнаульцев лишили одного из самых долгожданных моментов – праздничного салюта. Но, в общем-то, реакция горожан примерно одинакова, и если коротко… Совершенно не расстроен, он каждый год побывает. И на 9 мая, и на День города. Так что я бы не сказала, что это великая потеря. Зато большое внимание власти города уделили оформлению улиц. Праздник, так как, говорится, он в душе. А в День рождения города лучше все-таки поберечь себя и воздержаться от многолюдных компаний. Надеюсь, что у нас барнаульцы отличаются от животного мира, потому что здесь будут руководствоваться не инстинктами, не приобретенными рефлексами, а все-таки будут руководствоваться своим разумом. Празднование Дня города начнется уже в пятницу. В администрации подведут итоги работы за минувший год и наградят почетных жителей Барнаула. Напомним, краевой столице в этом году исполняется 291 год. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.